Уилса! 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 Я крокодил. Ну вот Трэвис Скотт. Что? Кто? Ну Трэвис Скотт, ладно, ему там многое, что там, бургер дал, он там типа... Мне нравится Нилето. Алло, Нилето? Позови Трэвиса. Это значит официальная коллаба меня и Найки. Поднимаем ценник! Засылай. Давай, Коляныч, вся сникер-культура сейчас смотрит на то, просто скажешь, не ок, коллаборации Трэвис Скотта, Найки, PlayStation. Это Мосгордвиж. Разговоры по душам о последних новостях и трендах уличной культуры. С душой и рэпом газует. Мосгордвиж! Сколько у нас выпусков, Колян? По-моему, пять. Пять выпусков и еще... Пятый выпуск, пять выпусков. И тут снизу должны появляться эти штучки... Ключи! Слово ключи забыл. Ключ, ключ. Нет у нас никакой анимации, никаких ключей. Нет анимации, точно, забыл. У нас есть титры, правда, на которых... Кто это пишет? Ребята, кто пишет наши титры? Можете, пожалуйста, узнать? Это человеку нужно остановить, что происходит вообще. Как вводится в начале, нужно сказать, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, участвуйте в розыгрышах призов. В новогоднем выпуске мы разыграем все призы от наших гостей. На следующей неделе мы разыграем все призы от стритбита. И в декабре у вас уже будут новые, новехенькие пары обуви, в которых вы будете щеголять сколько захотите. Так, настало время представить гостя, наверное. Да, просто вы когда сели смотреть этот выпуск, лицо гостя было на обложке выпуска, и вы знаете, кто в гостях, но просто мы делаем такую легкую интригу, чтобы как бы немножечко разогреться самим, и чтобы гость приготовился, что сейчас сидит за ширмой, у нас есть специальная камера, у нас будет включение. Надо включиться или что-то? Так, и давай представлять гостя, наверное, сейчас секунду мы тебя представим. Я обожаю, это ты, конечно, не отсюда лишними делал какие-то слова, чтобы человеку в замешательство ввести. Надевай очки. Да, мне кажется, это в гости вот так. Да, да, понеслась. Да, итак, значит, друзья, мы учли все, что вы говорите, поэтому наш новый сегодняшний гость не такой, как все остальные. Он держит зарядку на час дольше, он безрамочный, у него есть распознавание лица, и у него неповторимый дизайн. Встречайте! Высоко! Вилса! 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 Еще у меня есть челка, как у вас, посередине, чтобы я был в дизайне. Презентация готова! Можно выпускаться. Дядя Валя, он же вилса Кян. Чуть-то так сразу сказал у Дяди Валя. Дядя Валя я так себя называю. Уже в том возрасте, когда Дядя Валя. Хорошо, не тетя. У нас, ты первый в нашей программе техноблогер. Да. До тебя не было никого связано. Ты в целом первый техноблогер в стране. Их так знаешь не очень много. К сожалению, не очень много. Это редкий, вымирающий вид людей, которые, ну, что-то там рассказывают. А почему? Потому что кроссовки интереснее, я тебе так скажу. Да, и это, знаешь, подтверждает, что даже ты пошел в эту тему. Мы же как решили тебя к нам позвать? Мы говорим, ребята, а вот ты же Вилса, он же теперь пошел интересоваться, узнавать. Я посмотрел, разное с тобой интервью, и ты периодически. Ну, я такой, смотри, значит, найки платят, я же там, где деньги, понимаешь? А, так, 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 в этой теме можно заработать. Чему-то тебя на госслужбе да научили. Конечно, конечно, старый скилл, который уже, видишь, на автомате просто работает. Да нет, на самом деле, ты знаешь, удивительно, как изменилась культура, не знаю, непотребления, но в целом ощущение, то есть телефоны стали супер банальной штукой, это все превращается в бытовую технику, и ты же не смотришь обзоры микроволновок. Ну, ты прям в колянах сказал, возможно, и смотрят. Типа, да, заходишь на YouTube, такой пельмешек заварил, такой, так, что там в мире микроволновок, я давно не видел. И все представляют эту картину, реально, я все уже заварил пельмешком, и смотрю на микроволновок. Серьезно. Вот. Соответственно, телефон, ты знаешь, превращается вот в нечто подобное. Поэтому, конечно, я это сам по себе ощущаю и вижу по реакции людей. Есть, грубо говоря, айфоны и все остальное. А вот как удивительно для меня оказалось, что кроссовки или сникеры, как правильно, да, они намного более людям заходят, потому что, наверное, и их можно много покупать. Понимаешь, айфоны, вообще телефоны, ты не будешь покупать пять штук, чтобы носить их под настроение, да? Ну, ты так делаешь. Я, конечно, точно. Ну, сколько у тебя с собой сейчас айфонов, скажи? Сейчас один, стыдно сказать. Да, да, да. Один? Один. Зато у меня полный багажник еще, знаешь, я как в этих фильмах приехал, такой открываешь, так, значит, золотой. Ты вас на метро иногда так останавливаешься, открываешься. Так, это, пацаны, идите сюда. И мысль какая, да, а тут ты можешь себе закупить, там, не знаю, десяток, и они тебе все пригодятся. Вот в чем фишка. Это раз. И, конечно, цена, и, конечно, культура того, что там коллабы, лимитка, полетели. Вот здесь, собственно, начинается движ, и я понял, что это работает. Ну, то есть, это мне самому стало интересно. А я, знаешь, на самом деле, с точки зрения контента очень просто это через себя пропускаю. Да. Да, я, да, да. То есть, если мне интересно, ну, видимо, это и люди, потому что я себя позиционирую как суперсредний чувак, который интересуется всем подряд и ни в чем особо, как бы, не разбирается. Вот у нас передача как раз-таки для таких людей. Да, да. То есть, мы не для таких, знаешь, которые все, типа, шарят, все понимают, там. Люди, которые разговаривают языком, которые ты не понимаешь. Да, я же думаю, что там есть термины, есть всякие штуки, там, но я уже, как бы, вау. Не, я и не претендую. То есть, я, на самом деле, так, сбоку подошел, постоянно. Мы пытаемся раздражаться. Мы не претендуем, да, но у нас для всего этого... Это лучшая концепция, на самом деле, потому что очевидно, что подобное либо шоу, либо вообще тема, она должна была появиться, в том числе и на Ютубе, и везде. Но вот потому что там реально интересно. Вот эту штуку я в Твиттере, кстати, писал. Я такой, да! То есть, мне не нужно, но хочу. И что, у нас, короче, максимальные коллаборации с, типа, люди, которые в этом мало что понимают, но хотят разбираться, постепенно во все это входить. И у нас есть Виталик, который во всем этом точно разбирается, он суперэксперт. Это как есть Алиса, Сири. Немножко приземлять, да? Да, да, то же самое есть, эй, йоу, Виталик, мы к нему обращаемся, и он нам выдает всегда правильность. Более прикольно, если бы можно было, знаешь, прямо в колонку загрузить, такой, типа, так, это лимитка или меня пытаются? У нас эксклюзивное шоу, у нас вот только у нас пока такое есть. О, пока, да. Ну, потому что, да, я чувствую, что там тоже свои движения происходят. Сколько нам всяких поделок, уровней там и прочее. Кроссовки Xiaomi, вот, например, мы закупаем на Алиэкспрессе и распаковываем их периодически, ты знаешь. И они пользуются, так сказать, популярностью средней какой-то, потому что, во-первых, это дешево, это реально очень дешево, это неплохо, и вот эта магия бренда Xiaomi для фанатов вот этих гаджетов, она как-то, видимо, перекидывается. Они, кстати, в этом плане молодцы. Ну, перекинь, то есть у тебя кроссовки, такой телефон Xiaomi, ну, там, на самом деле, все, можешь упаковаться сверху донизу. Там, по-моему, да, там даже такого доходит. Даже туалетная бумага есть. Да, ухо, да. Все. А подожди, ты сказал, недорого, это сколько? У, я боюсь ошибиться, но как-то, типа, совсем недорого. Ну, типа, давай. Теперь стало понятнее. Совсем недорого для меня. Ну, какая цифра? Это тысячи две, может быть, три. То есть кроссовки Xiaomi можно приобрести, типа, две с половиной, три. Ну, типа того. А если ты еще введешь промокод, подключишь купон. То тебе их еще и как-нибудь там дополнительно разукрасит. Есть сходу советы, которые, ну, ты, во-первых, опытный блогер, опытный, не то слово, ты мастодонт. О, мама уже сторожил. Сторожил, да. Мама, такое ты слово подобрал. Ладно. Мама уважительная вообще. Хорошая, хорошая. Хорошая смысл. Хорошая смысл, да. Ты помнишь, вот это еще, наверное, первое видео на Ютубе из зоопарка? Да, да, да. Я его снимал. И ты вот так, общим взглядом, может, скажешь, что нам докрутить, да, раз вот такая возможность в шоу, может, что-нибудь совет такой. Да фиг его знают парни. Я думаю, что вы сами почувствуете ритм и с каждым новым выпуском что-то, то есть, понятное дело, что мнение зрителей надо учитывать. То есть они пишут, как правило, конечно, полную чушь, но иногда была иррациональная критика. Голос только что вырвался из твоей. Слушай, вообще критика отличная и круто, когда ты, вот, когда людям не безразлично. На самом деле, самое хреновое, когда всем вообще пофигу. Когда тебе пишут, блин, ты чувствуешь, что человека зацепило, пусть и в негативе, но он такой, типа, на эмоции. Поэтому главное не бросать, я вот тебе скажу. На самом деле, многие просто ломаются, типа, не случилось моментального взрыва и, вот, миллионов просмотров, типа, ну, что-то, нифига. Ютуб, он тем и прекрасен, что ты потихонечку можешь двигаться в свои ниши. Плюс, все равно, понимаешь, если это не чисто ха-ха развлекательное шоу, то оно не будет прямо мега популярным. Но в своем вот этом вот сегменте оно точно будет иметь и вес, и это надо понимать, и это круто. Слушай, а вот ты, мы говорили про разнообразие кроссовок, и у меня такой вопрос. А тебе не кажется, что сейчас кроссовки с телефонами, как телефоны в 90-х? Когда помнишь, какой-то, ну, так, 90-е, 2000-е? Ну, где там начали уже заморачиваться, это engage, вот это все, там, вот такие, то есть... Это была роскошная моя любимая Nokia, которая так, типа, делаешь, и там клавиатура, как на компьютере. А, слушай, нет, на самом деле, Nokia действительно какие-то страшные вещи творила, и это было круто. Ну, сейчас очень скучно, сейчас выходит новый девайс, и такой, а чем ты отличаешься? И нет ответа. Максимум, чем отличается с вот этой задней крышки, как расположены камеры. Да, все, ну, все, это, знаешь, опять же, для... Не, наверное, со стороны я тебе могу сказать, что ты мне скажешь, смотри, вот это голубые, а вот это желтые, ты скажешь. Ну, и в чем прикол? Но... Как-то веселее, что ли. Вот реально, за этим просто любопытно даже со стороны наблюдать. Веселее хотя бы. Слушай, ну, ты приходишь там на какую-нибудь Е3 выставку игровую, и там коллаба Puma и Seige, знаешь, они сделали, или там какие-нибудь еще. И все вокруг этих, значит, Puma прыгают, типа, нихрена себе, они через три дня в продаже, за три дня уже стоит очередь. Ты их за три дня уже не купил, ну, то есть, понятное дело, да? То есть, как бы, если ты хотел купить, надо было еще до анонса уже все знать. И это, конечно, прикольно. То есть, реально, ты чувствуешь, что вот движ какой-то постоянно, эти люди с горящими глазами, которые я урвал эти, что там, ии-и-и-и. И такой, о-о-о. Круто. А ты говоришь, что тебе эта тема интересна, какова вероятность, что скоро появится у тебя такая передача? Ты прямо очень... Слушай, ну, мы, видишь, мы и в машины в свое время заходили так лайтово, и здесь. То есть, мы такие, Nike сделали кроссы с самошнуровкой и приложением, иди сюда. Да, и когда вот это все. То есть, я думаю, что, кстати, техно, всякие приколюхи в обуви, они будут появляться со временем. Я, кстати, к Nike у меня вопросы, какого черта они не встроили туда шагом мер? Супер очевидная фишка, мне кажется, но, видимо, не знаю почему. То есть, там много чего можно сделать. На самом деле, я думаю, что это все будет развиваться в дальнейшем. И, видишь, мы пока так заходим, мы плотно про это пишем, условно, у себя на сайте, я там что-то инстаграмлю. Ну, то есть, потихонечку. Здесь, опять же, нужно, знаешь, органично. Не просто в моменте такой садишься, обложился коробками, типа, сейчас я вам расскажу за тренды. Ну, вот я сам пока только учусь, поэтому и пытаюсь... Круто, мы будем вместе. У нас, да, у меня просто есть две темы на вход в моду и стиль. Во-первых, Ральф Лорен. То есть, да, ты на одном из интервью сказал, что ты вообще был бы не против стать их лицом. То есть, ребят, если кто-то слышит нас из Ральфа Лорена, обратите же к человеку, в конце концов, он у нас скупает одежду пачками. Ну, правда. Да, 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 очень удобно, действительно, нашел себе бренд и попер, но они не делают как раз обувь прикольную. У них есть обувь, но она какая-то такая недостаточно веселая. Сделайте прикольную обувь. Нормально, красиво, чтобы было, конечно. С Вилсой. И второе, да, и второе, вход про обувь прям конкретно. Я слышал историю про разные пары Катерпиллар. То есть, ты купил себе какие-то... Это боль, это, знаешь, та история, которая тянется из массоногого детства. А у нас был рынок прямо около дома, как, собственно, всегда в те времена, где торговали странные люди странными вещами. И я не помню, это, знаешь, это из тех времен, когда гриндерсы были модные. А у меня не было гриндерсов, я очень хотел, мне подарили какую-то хрень, типа докерсов, что-то такое. И это были не гриндерсы, поэтому было больно. Но тоже вот на такой подошве, да, в которой можно было просто ломать людям лица. Так и делали. Ну, так и жили, да. Так и жили. И вот, но это было позже. До этого я, значит, залетаю на этот рынок. И почему-то стало очень модно вот эти Кеды Катерпилларса надписью Кэт. Хрен знает. Видимо, вот эти как раз рыночные все люди форсили, знаешь, как сейчас, вбрасывают. Я не понимаю, как у меня произошло, когда сказали, зеленые надо брать. Вот зеленые, да. И я такой, ладно. Все зеленые уже не модные надо брать сильно. Ну, да. Как это так происходит? И я пошел, значит, не помню, мамой, наверное. Вот мы купили эти Кеды, и, представляешь, я прихожу домой, они разные. Реально. Одно дизайн, другое другое. В общем, они очень похожие, но разные. И я такой, блин, идти, что ли, их менять или оставить. Я так и ходил в разных. Страдал. То есть ты каждый раз их надеваешь и знаешь, что они разные. Я думаю, что никто не заметил бы и не заметил. Но это понимаешь, что ты внутри-то знаешь. Возможно, это была какая-то суперлимитка. А, возможно, сейчас бы, сейчас бы, тебе бы сказали. Это влетело бы. Да, да. Сейчас это только так и работает. А тогда, видишь, если они не одинаковые, все, страдания. И еще у тебя есть какой-то такой был крик души на тему того, что вы тут разговаривали, разговаривали с МАК-100500. Разговаривали, разговаривали, и ты говоришь, ну, вот Травис Скотт. Что? Кто? Зачем? Куда? Все. У тебя с Трависом Скоттом вообще никак ничто не бьется? Я ему пишу каждое утро, говорю, Травис, что ты за Скотт такой? Не, на самом деле, реально, я не выкупаю его медийный. То есть, не, я понимаю, прикола, наверное, он какой-то музыкант. Я, во-первых, не слышал, поэтому не буду огульно говорить. Но то, что он прям вот везде с Сони, с Макдональдсом. Тут что-то делает. С Макдональдсом отвал башки был тотальный. Вопросов нет, он крутой. Я просто реально не понимаю, что он прям вот, знаешь, вот так вот прям наваристо так ворвался. Но круто. Я не претензии, что он типа что-то не так делает. Очень крут, молодец. И все бы хотели так же активно все это дело пушить. То есть, у тебя в целом было к его личности вопрос, а не к дизайну обуви? Я скорее к феномену, знаешь, то есть, на мой взгляд, он не самый популярный чувак. Вот что, какая мысль. Но при этом с ним очень много каких-то активностей, которые долетают до меня. То есть, я за ним не слежу, я его не знаю. А при этом мне все, Травис Скотт, Травис Скотт сделал это. Ты такой, так кто ты такой? Вот это вот, собственно, даже не претензия, а удивление. То есть, ну, круто. При этом есть какие-то реально крутые медийные чуваки, которые, казалось бы, знаешь, там вот, ну, на первых рядах. И они что-то ничего не делают. Как так? Это вопрос. Да, фиг ли вы там что-то там. Как так, ребята? Вот смотри, например, в моем понимании, какой-нибудь Криштиану, да, он же с Найки там просто вот так. Он там бутсы свои делает каждый год, а где какая-то другая обувь Криштиану красивая? Да где вообще целый бренд, как у Джордана? Вот, типа сделайте бренд. Где Криш-7, вот это вот, делайте мне вот какие-нибудь крутые пыш-пыш. Они вроде что-то тоже делают, там редко, но метко залетают, но как-то вот не на том уровне. Не хватает, не хватает. Не хватает. Для этого какого-то легкого налета масс-маркета, чтобы это было, прям ты мог зайти и прям как обмериться, как посмотреть, как все, чтобы у тебя были носки, штаны, кепки. Ну, это даже красиво, это тоже тонкая грань, чтобы это вот надо... То есть, мне кажется, они могут сделать это модно, красиво и так далее, но что-то это тормозит. Потому что нужно, типа, много денег дать, чтобы... Возможно, он слишком большой, кстати, да, тоже. Трэвис Скотт, он как бы, ну, Трэвис Скотт, ладно, ему там многое, что там, бургер дал, он там, Тим Макдональдс. Вот так мы думаем про Трэвис и Скотт, вот думаем, это инцидерская информация. И колобус Макдональдс, и все. Соня такая, трэвис, смотри, новый геймпад, он такой, о-о-о, все, сделаешь пост. Без приставки, просто геймпад. Да, сделаешь пост, все равно играть не будет. А здесь как бы совсем другая величина, может, денег надо давать. Они такие, не-не, мы лучше так. Так, у нас есть, каждый, когда к нам приходит гость, мы дарим ему открытку. Такую открытку, она... А такую? Нет, ну она, типа, она как бы даже на картоне, но она такая, слегка праздничная. То есть она про... Она праздничная, и она в стиле прекрасных чатов, ты поймешь каких, и зная, что ты много работаешь и мало спишь, мы хотим тебя поздравить с днем четырехчасового сна. Прямо... Тут грустный котик, мне кажется, о чем грустный? Он не выспался, это же не грустно, он просто проснулся. Я мечтаю о том, чтобы спать по четыре часа в день, парни. Это много. Три, три, это мой потолок. Да, да. Не, очень круто, на самом деле, сейчас тяжелые времена, сейчас действительно надо рубать во все эти, значит, консоли свежевышедшие и прочие-прочие. Тяжелые времена, надо рубать в консоли. Время пошло, конечно, сейчас. Ты знаешь, это не так просто, как хотелось бы. Одно дело, когда ты играешь для, так сказать, удовольствия, да, когда ты это должен пройти, чтобы как-то сложить какое-то впечатление, это уже похоже на работу. Ты когда мечтал о том, что ты будешь в 30 лет играть на консолях, я думал, это по-другому будет. Я думал, что я буду как раньше сидеть и ничего не делать, а тут, оказывается, надо что-то еще... Я предлагаю пойти в новости тогда. А мы будем спрашивать модного, модного... О, уууу, забыл совсем, да, самое главное вообще. Что случилось. Я что-то скажу, что ты про это вспомнил. Короче, к нам приходят гости, и мы у каждого гостя выясняем сначала мнение по поводу моды и стилей в индустрии, и потом мода и стилей вообще в окружающей. Вот, по твоему мнению, кто самый модный и стильный блогер вообще во всем мире, в России, вот, как будто я отделяю, да, Россию от всего мира, было слышно? Ну, кстати, нет, я думаю, что это правильно, потому что мы все-таки идем. У нас, как у Смура, нет цели, есть только... Хорошо, давайте, да, кто модный блогер в России, самый модный, самый стильный, можешь выбрать любую формулировку. Ну, как ты смотришь и думаешь, ну, это вот стиль моды. Мне нравится прическа Маркони. Вовка, вот откуда не ждали прилетело. Ты представляешь? Так. И что тебя останавливает, давай, сразу? В нем? Время. Блин, я хочу, кстати, побриться когда-нибудь, но я чувствую, я скоро полысею, поэтому это естественным образом произойдет, да. Да ты знаешь, подный, мне кажется, ну, самый хайповый, наверное, тот, о ком говорят сейчас, какой-нибудь Маргин Штерн условный. То есть, мне кажется, мода сейчас весьма относительная, понятно? Хорошо, она стилевый, потому что выглядит стильно всегда, ты думаешь, блин, чувак, ты на стиле. Я вот смотрел на тебя, думаю, блин, вот вообще... Мне нравится не лето. Знаешь, почему? Потому что у него есть стиль. Да. Он шуток, да. То есть, у него вот эти вот безрукавки, майки широченные. Я смотрел с ним то ли в писку, то ли что, он такой, я в секонд-хенде затариваюсь. Я думаю, вот это стиль, вот это модно. То есть, вот у меня понятие стиля, вот оно в таком контексте. И он любит носить разные пары обуви. Это какой-то... Вот. У меня тоже, видимо, есть травма. Ну, все, Даня. Хорошо, не лето, а из девчонок, кого назовешь? Из девчонок? Ну, я просто типа, вообще, типа, модная, самая модная леди в России. Леди в России, это ты мощно задвинул там. Дама, барышня, девчуля. Тот, кто тоже нравится по дизайну, стилю. Такое. Да черт его знает, тут я тебе не отвечу. Я как женатый человек на... Да, я тоже, я так и думал, что... Я ждал этого ответа. Когда еще Герман сидел, думал, думаю, чувак, скажи, просто моя жена самая стильная в России, и все. Нет, Вань, нет, у тебя же все проще, ты же не женатый. Я не женат, да, официально не женат, поэтому я в любой момент могу соскочать. Все так говорят, могут соскочать, знаешь. Я могу бросить в любой момент. Да, 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 но... Отговорки. Да нет, ты знаешь... С понедельника точно. Черт его знает. Ну, я просто мальчиков люблю, поэтому я как... Ну, окей, то есть в России это там не лето и какой-то стиль прическа Маркони. А вообще по миру вот есть какие-то люди, которые... То есть у нас был Герман до тебя, и он сказал, типа, что Дэвид Бекхэм икона стиля и в спорте, и в жизни. Вот есть какой-то человек, который вот во всем мире до кого-то увидел? Я просто, так сказать, плясую и умножаю, потому что Бекхэм крутой. В свое время был, сейчас, наверное, уже не на таком уровне. Так. А кто сейчас, скажем так, законодатель и двигатель всех этих процессов? Да, ну как ты думаешь? Да, черт его знает. Мне кажется, знаешь, сейчас как происходит? Какого-то вот глобального такого, который бы казался вот прям вот мощным, я не назову. Мне кажется, в каждой сфере есть вот свой какой-то, который там... Пошло, пошло это разделение, да? Тоже заметил, что... То есть очень... Потому что вот эти субкультуры, они раньше были очень активно выражены, да? То есть когда, помнишь, эмо, не эмо, сейчас такого... Эмо, готы. Сейчас такого нету, мне кажется. Бейбои, да. Но оно просто подробилось уже на какие-то вообще немнятные вещи. И в каждой есть свои. Но если не идолы, то вот эти там, такой BTS, ты такой смотришь на них. Да. Пацаны. И поп заполонит всю планету. Уже заполонило. Ну, уже все. Космос заполонит. У нас до сих пор не помню, что русские девочки находят в корейских мальчиках. У меня как-то, знаешь, это пунктирная линия тут не проходит. Но, то есть, я тебе могу сказать, что для меня, на самом деле, стало понятно, почему Стив Джобс одевался в черную водолазку и джинсы. Я понял, он лайфхак... Знаешь, это... Хакнул жизнь. Это крутой лайфхак. Ты закупил себе батарею джинсов этих водолазок. И ты с утра встаешь, представляешь, у тебя вообще голову не болеть. Что надеть? Да. Все. И у тебя супер узнаваемый вид. Тебя из версту видно, что ты идет Стив Джобс. Крутая тема. Я тоже так хочу. И у него были 900, и они было, следующее, нам отметить, что... Какие-то, да, были. Ну, то есть, не, кстати, они крутые. С 990-х по 993-е он носил разные модели. Голос рано. Всегда из серой замши. Всегда из серой замши. То есть, это прям супер... Они же удобные. Я их покупал, это реально очень круто. То есть, мало того, что они, правда, серые какие-то, немножко грустные, но это круто. Не то, чтобы он был хохмач и весельчак. Не то, чтобы он был... Он как-то жег, 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 да, но он не был каким-нибудь, я не знаю, Луиси Кеем или каким-то... Ну, кстати, я раздавал, что у него выступление, по сути, стендап, ну, типа, всегда. Да, он держал аудиторию прям, вот знаешь, что... Не, на самом деле, очень круто. То есть, я бы, на самом деле, знаешь, как сделал? Одинаковый верх-низ и только кроссы менял. Вообще идеально, понимаешь? То есть, ты такой все время ходишь, он полностью черный, и такой, типа, у тебя все время какой-нибудь акцент на кроссовках. Полностью черный, у тебя акцент, это немножко другое. Это вот эти ребята. Но, на самом деле, в этом что-то есть, согласитесь. То есть, оно реально... Да, женщины это привлекают. Да. Они садятся к ним в машину и уезжают. В полностью черную машину. Кроссовки. Отмечают. Они думают, у нее цветные кроссовки, что может пойти не так. Это смешно. Ты рассказал историю про рынок, и она у нас актуальна, потому что у нас есть рубрика «Галя, неси картонку», где мы встаем на ту самую картонку и рассказываем, в чем мать родила эти кроссовки. Сейчас расскажем. Да, у нас есть такой джунгл, заставка. Галь, неси картонку! Галя, да, Галя отдельный респект. Каждый раз одна эта картонка. Она уже, конечно, такая родная. О, стиранная. Да, да. Я ее руками обтираю каждый раз, прежде чем... Так, у меня все, конечно, прикол, что ждет разбега. Гостин удивляется. Ну, Валик, ты первый, кто спокойно вообще отнесся. К тому, что... Что ты разбегаешься. Человек разбегается, куда-то залезает. Типа, ну, пожалуйста. Так, и что это такое? Да, вот сюда. Так, смотрите, это 90... Надо, чтобы не видно было носки, потому что там приколечки есть. Да, это там уже на той... Или это прикольчик не для всех? Нет, для всех там. Для одной из... Там приколов, завались, ребят, на всех хватит. Я вас уверен. Щедро. По приколам сегодня щедро. Вот. Короче, это... Это Air Max 90-е. И не просто Air Max 90-е, потому что они до этого уже были у нас в программе. В программе на коляне были просто белые Total White Air Max'ы. Они были на коляне. Мы решили пойти дальше. Просто я дикий поклонник Air Max. То есть вообще вся сникер-игра для меня началась с 90-х Air Max'ов, потому что это были первые Air Max'ы, которые я увидел на съемках на Урганте. И он их идеально сочетал с... Типа, у него был какой-то видовый пиджак, какие-то джинсы, что-то такое. Я думаю, как ты это делаешь? Я тоже так хочу. И я долго... Сначала я покупал себе джинсы, пиджаки. Потом я наконец-то нашел нормальные по... Ну, на тот момент я мог себе позволить эти Air Max'ы. Я их купил себе. И у меня были такие просто обычные черные. То есть я вот их... И это такая база, база гардеробная, потому что ты черные можешь с чем угодно надеть. И еще, в чем главный прикол, что это 3M, это светоотражение. То есть ты просто-то идешь... А тебя видно издалека. А тебя видно, да. Это же... Ну, во-первых, это правильно. Ну, для тебя это минус. Для меня? Да. У тебя не получается подкрасться незаметным человеком. А, да. У меня в целом никогда не получается подкрасться. Да, в Москве, мне кажется, можно будет. Ты один раз вышел на улицу, и у тебя будет Total Black. Да, да, да. И все будет нормально. Да, я и незаметность, эти два слова никогда не совмещаются ни в одном предложении, чтобы ты понимал. Ты анти-ниндзя. Я анти-ниндзя, да. Если ты сделаешь и пытаться сбежать, не будет такого. Будет тыщ, и то... Ай, ой, ааа, что такое, почему так ярко? Терекен в штаны свалился. Колени болеют, сейчас, да. Вот. Это новинка, вот что самое главное. Про тебя же фильм сняли. Про меня фильм сняли? Ниндзя из Беллори Хиллз. Да, блин, я думал, ты это не скажешь никогда. Да, да, да. Роковой, кстати. Вот, и в чем, типа, прикол, говорю, почему, типа, нужно не спалить носки, потому что я, типа, заколаборировал носки с AirMax'ами 90'ами. А знаешь, какая самая главная коллаборация? Я родился в 90'ом году. Вот это заморочился. Вот это заморочился. Договорился с родителями. Просто родился в 90'ом, люблю 90'ы AirMax'а, носки 90'ы. Выжил в 90'е. Что еще может быть 90'а? Да, выжил в 90'е. Ты еще должен дожить хотя бы до 90'а. Дожить до 90'а? Какого? До 1090'а ты имеешь в виду? Нет, дожить до 90'а лет. А, до 90'а лет, слава богу, хоть так, ладно. Вот. Ну и просто есть такой небольшой нюанс, типа, я решил напялить под красный служб, красный ремень от Левайса. Все. Стиль, стиль. Ну а это все просто, это снимает машину. Дашь, как бабушка говорит? Типа, Диним. Диним, одно имя такое, татарское имя, да. Я сейчас не разгоняю, она говорит, Диним. О, Диним. А Диним не тепло. Ну и Диним, да. Все, да. Пробывает. Все, рэпчик. Так, под ваши бурные аплодисменты приглашаем второго Николая. Так. Да, я увидел. Я увидел. Опа. Вот, сука. Я учусь, я учусь. Ладно, давай, хорошо, давай. Ну ты сразу начался. Да, я сразу это заметил. Начнем с нюанса. Давай. Я понял. Давай, рубрика, что по нюансам, ребята? Он, короче, у Коляна и у Ливана научился тому, что нужно, чтобы был нюанс. Ну вот у меня сегодня на хип-хопе я такой, поэтому у меня вот здесь такой нюанс. Отлично. Фиолетовый классно сочетается с джинсом и с белым. С Динимом. С Динимом, да. Я так сказал, как будто я эксперт в цветах. Фиолетовый сочетается неплохо с белым. Я сегодня в Пуме, но в необычные для меня, я в кедах. Это Пума Ральс Сэмсон. Это культовая модель, как Серега написал в своем инстаграме, classic. Вот, Серега знает, он разбирается. Какой Серега про стих? Серега там. Ну что, не знаешь Серегу? Рэпер Серега. Серега пишет. Серега. Короче, это классическая модель. Очень круто, что ребят про нее вспомнили. Они здесь добавили его автограф. Так, надо как повернуть, чтобы... Автограф Сереги? Автограф Сереги, да. Как стрэп, да. Ральс Сэмсона. Если кто не знает, Хьюстон Рокетс, чувак играл в баскетбол. Очень круто. И сделал эту коллабу до Джордана. И супер техничный, крутой чувак. Ответственно подошел к созданию этой модели. Удобная, комфортная. Как видите, ее можно и с джинсиками. И в трешку можно покидать. Значит, перерыв между работой. Квартиру в трешку, в трешку можно зайти. Да, можно. Не стыдно зайти в такие. И бабушки неплохо, ребят. Там как бы... Нет, таких только в трешку. И Пума, кстати, прикольно зашла, значит, с промо-компанией в этом сезоне. В них уходит наш земляк, мой земляк из Екатеринбурга, земляк Даня Невета. О, да. Рэпер Недры. Да. Еще не захочет. Это уж точно. Мы, кстати, даже думали одну из его песен взять в заставку. Вы, кстати, можете в комментариях попытаться угадать, какую песню мы хотели взять. Да, но вы еще увидите его, да, у нас. Да, и я, кстати, у него вышел EP «Ситуация». Рекомендую послушать, пользуясь моментом. Вот. В общем, вот такие на хип-хопчике сегодня кеды. Я уж не знаю, что еще за них вкинуть. Но, в общем, очень прикольные. Очень такие вот для кежуоля, для хип-хополя. А вот у тебя куда-то, у тебя на секунду вырвался какой-то акцент странный. Да, да. Хорошо, ладно. Свитшот российского бренда. Вот это важно. Ну-ка, что это? Brief out, если я, надеюсь, правильно произношу. У нас, чума правильно сказала, у нас проблемы с неймингом. Чуть пониже спустись не видно ни хрена. Да. Это-то очень умел. А там еще и принт сзади. Да, да. О, покажись, покажись. Ребята азиатскую вот такую тематику в этой коллекции сделали. Короче, они делают из клевых материалов. О, они хорошие. И, в общем, реализуют всякие вот эти фото. Да, хорошие. Ну, то есть качественная вещь. Ты же спотнул? Да нет, я поэтому вот потихонечку поддерживаю наших российских ребят. Но, ребята, вот у меня сообщение, я пользуюсь случаем. Я всегда, когда хочу про какие-то российские бренды рассказать, днем с огнем не сыщешь информацию. Они все такие секретные, тайные, андеграундные. Типа, вот сами разбирайтесь. То есть ничего не написано, они еще все пытаются на английском написать про себя. Типа, косят под запад. Калян не знает английский, ребят. Вы что, на фигае ему усложняете? I don't understand. В ТикТоке даже есть такая. Опять и про ТикТок. Опять и про ТикТок. Английский не знает, но в ТикТок. Короче, ребята, не стесняйтесь, рассказывайте сами про себя. Пишите, чтобы мы могли это нести масса. Про вас рассказать уже здесь. Да. Вот, спасибо. Круто. Моя очередь? У меня грязные. Мы их на монтаже сделаем чище. Мне понравилось, как ты шнурки завязал, я так не умею. Как? Я? Да. Как там подсыпил. Давай он тебя поднимаетесь, он тебя завяжет. Поднимаетесь, завяжу, да. Это типа мой фирменный, давай. Это мой фирменный, короче, типа узел, ребята. Я объясню. У меня была в детстве проблема. Узел Маратканова. Да, с тем, что на номер батя угорал. Я завезу шнурки, идут два шага, и они развязываются. То есть классический бантик. Да, да, батя завяжут, и они держатся, вот год могут держаться. То есть если их не развязываешь. Ты год спал в обуви. Да, да, и батя постоянно ржал, он говорит, Коль, ну сколько можно, тебе уже там, не знаю, 17 лет, 19, то есть и ты. А ты до сих пор живешь с нами, с вами уже, пожалуйста. Да, да, я годом в 20 освоил вот такой узел, короче, типа ты берешь вот так два шнурка, и вот это вот продевается, вот так затягивается, просто ты можешь любую силу затянуть, и оно не развязывается никогда. А если нужно развязывать самому, ты просто потянул и чик-чирик. Понимаете? Я вам клянусь, потому что эти все бантики, это так недолговечны, ребята. И вот это вот... А вот эта вот штука, все, видите, хоп, что это? Ну как, это же гениально. Понимаешь, она еще не так бестолково выглядит. Да, да, и выглядит это суперклассно. Есть нюанс некий в этом. Да, да, да. То есть и я, кстати, за такую... Колен, вообще, короче нюансов, давай уже раскроем. Не, ну на самом деле реально круто, потому что это же отдельная история, да, завязывать, не завязывать, кто-то прячет, кто-то... Да, кто-то делает, знаешь, как раньше делали, типа меня учил крестный, он говорил, типа можно делать вот так. Типа заправляешь их в кроссы, вот так, шнурки, засовываешь там ногу, они уходят вслед за ногой, типа и все. Это самое бесящее. Вот это у меня самое, когда вот так есть кроссы, у которых приходится так делать, они потом тебе под ногу залазят, как камушет, знаете, в кроссовке, раздражает. Мне тоже кажется, что это раздражает. Вот да, все, я поэтому понял, что... Я не уверен, что это моя какая-то уникальная методика шнуровки, наверняка я тоже так делал, но если выяснится, что... На ютубе есть ролик 10 тысяч вариантов зашнуровать феды, скорее всего. Ну вот это мой фаворит, я всегда всем говорю, что у меня авторская шнуровка, смотрите, покажу. И все, я перешнуровываю. Обычно детям, конечно, нужно детям завязывать, но нормально. Я говорю, просто видишь, ребенка, так иди сюда. Да-да, иди сюда, мальчик. А-а-а, хочу к маме. Молчи. Смотри, какой у тебя теперь узел. На тебе шнурок, иди, гуляй. Слушай, но я не знаю, что это за кроссовки, честно тебе скажу. Но это первые Джорданы. У нас для этого есть Миды. Йоу, Виталик, который произносит, и он тебе рассказывает все про... Они, причем, видишь, уже пожухлые немножко, то есть вы такие... Они такими и должны быть. Они такие продавались, да? Да, нет, в смысле... Да, это вопрос о том, что вот нам Леван рассказывал, что нельзя обувь держать в коробках, нужно ее носить. Ну, кстати, мысль, мысль. Ну, как бы не то, что нельзя, это одна из позиций, конечно, но просто, ну, ты на хрена их покупаешь. Понятно, что люди коллекционируют, кому-то показывают, там, и все это дело. Но, по-моему, гораздо круче, это, типа, быть рэпером. Это разные подходы, да. Это купил, засунул ногу, и пошел. И люди такие, типа, ваааа. Как хиля. Причем, чем дороже, знаешь, купил, так и сколько там, лимитка, полтора мульта. Да, да, да. Оп, пошел. Йоу, Виталик, мы сейчас к Виталику обратимся. Я был прав, что ли? Да, да, да. Я могу про кроссовки рассказать немножко. Давай, про вот эту, да? Да, врывайся. В общем, это первые Джорданы, меды. Бывают низкие, высокие, это их средняя версия, и называется расцветка What The. То есть, они объединили несколько расцветок. Так что они в нормальном состоянии. В том числе и две самые культовые, наверное, расцветки Джорданов. Это вот верх от черно-красной, от бредов. Вот, то есть, сочетание классическое черного и красного, black плюс red. Вот, нос в цветах royal blue. Royal blue? Как у меня прям. Royal blue. Да, да, да. Королевский, королевский синий. Еще, смотри, это синяя, а вот это вот нифига не синяя есть эта группа. Это нифига не синяя. Это фиолетовый, это от Lakers. Это вообще от Lakers, да? Это отсылка к Lakers, да. Серьезно? Да, да, абсолютно. Леброн, братюня. А я думаю, что меня в них понравилось. Глазно, классно про свой красотик был. Да, да, да. Вау, я тебя люблю чуть больше. Но я смотрю, кстати, знаешь, им, наверное, год, если ничего не меняет. Год? И они в таком идеальном состоянии. Да, да, да. Я, кстати, реально думаю, а что они так неплохо сохранились? Год. Мне даже страшно. Первый Jordan очень много. Ты понимаешь, пошла дегустация. Стало интересно, уже самому думал, ну, куда я попробую? Да, они даже, да, да, нормальные. Они из тех, которые снимаешь, люди не падают. Но на самом деле, очень удачная модель. У меня таких, наверное, ну, штук 10. Подожди, точно таких или просто первые Jordan? Нет, нет, нет. Прям один в один? Нет, нет, не таких по стилю в этом дизайне. А дальше начинается зеленые, красные, желтые. Ну, единички. Здесь, да. И попер. Знаешь, настолько удачная модель с точки зрения. Мне, на самом деле, нравились кеды Converse. Очень я их любил одно время. А потом, я уже не в том возрасте, когда тебе нужно плоскостопие. А оно что-то начало меня теребить. Потому что подошву, конечно, нет. То есть тяжеляк вообще. И когда я в них гонял долго, что-то уже началось как-то тяжело. А потом, в какой-то момент, я вот эти взял. И я, видишь, вот как-то так и двигаюсь по этой теме. То есть я такой, о, прикольная модель. Куплю 10 штук, буду ходить год. Пока они там, соответственно, все. Потом какие-то еще попробовал. О, это тоже прикольно, еще год. То есть у тебя пока период джейсов идет? Да. Причем у меня есть какие-то вариации, если я правильно понимаю. То есть это классика-классика. Но вокруг них еще существуют какие-то адаптации, современные версии. У меня, соответственно, есть еще и вот в таком контексте. Мы с тобой сегодня про них поговорим. Да, я вот вижу. Да, вот тут что-то похожее. Вот что-то вот такое, наверное, у меня есть. И кайф, короче, нравится. Ну и то, что они нарядненькие, тоже нравится. Такие, как бы, знаешь, когда ты на лайтовый стадишь изопринит. Очень приятно. Галь, забери картонку. Все. И теперь самое время ворваться в новости. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Новости. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И кони побежали какие-то. Коллаборация The Hundreds и Xbox произошла, значит, специально к запуску новой игровой приставки Xbox Series X. Компания Microsoft объединила свои усилия с известным Streetwear брендом для выпуска чумовой коллекции одежды. И кажется, ни один логотип в мире не сочетается так круто и гармонично, как шарик Xbox и бомбочка The Hundreds под названием Adam Bomb. В общем, добро пожаловать в мир гейминга и Streetwear. Они так четко заколлаборировались, что просто ты думаешь, а что вы раньше на них сделали? Как будто так и было, да? Да, да, да. То есть если ты не в курсе, как выглядит логотип, то ты думаешь, а, ну так и было. Так и было, да, так и все, окей, круто, круто. Вот я такой бы купил. Вот, да, мы к этому и ведем. То есть у нас есть такая рубрика «Ок, не ок». Мы сейчас типа смотрим на нее и говорим, ок или не ок. Блин, а сколько они стоят, интересно? Окей, эй, йо, Виталик. Streetwear – это ж такая тема. Там футболки буквально по 60-65 долларов и лонгсливы по 100-120. А, ну то есть гражданские, назовем это так. Гражданские, цены гражданские. Сказал человек в камуфляже. Да, да, да. Да, у меня, видишь, есть это. Идеально совпало. У меня баланс, видишь, тоже. Не, ну круто, на самом деле выглядит стильно. Знаешь, просто Xbox – это не тот, наверное, бренд, который хочется на себя надеть, вот что. А когда… Как это так? Ну, как это, скажи. Ну, то есть… Ты хочешь сказать, что это не… О чем у меня есть? У меня есть, знаешь… Не статусная история. Я был в Редмонде, и у них, соответственно, конечно, есть компани-стор, куда я залетел с двух ног, накупил кучу всякого дикого барахла, а я набрал там тоже майк местных. И вот они молодцы, они красиво подходят к мерчу, у них на бирках прямо написано «Майкрософт», то есть нет вот это, знаешь, они, конечно, «Made in China» понятное дело, но хотя бы хоть что-то говорить о том, что это не… на сайте ты себе сам принт приклеил. Ок, говорим, да? Да, да, я тоже ок. Я считаю, что это вообще классно. Я, кстати, сейчас заметил, что Валя в камуфляже, я думаю, а вдруг его зрители не видят, он сейчас на фоне листьев. Они такие, а с кем разговаривают? Просто голова. Все это время. Просто голова. Я же начинал с говорящих рук. Здесь примерно то же самое, летают руки. Да, одна голова. Следующая новость. Мне кажется, одна из самых важных новостей, сегодня мы уже про это достаточно поговорили, это коллаборация PlayStation 5, Nike и Трэвиса Скотта. Догнал. Да, в общем, это хайп хайпов, знаешь. Всего будет выпущено 5 пар, 6, включая личную пару Трэвиса, которые мистер Скотт разыграет на своем сайте. Уже разыграл, когда вы смотрите это видео. А пока мы можем лишь сказать, что это 100% будут самые дорогие кроссовки в истории коллаборации Nike и PlayStation. И Nike и Трэвис тоже. Вот. То есть тут тройная коллаба. Тройная коллаба. Во-первых, хайп на Данки сейчас идет. Назовемый тройничок. Во-вторых, идет хайп на Трэвиса Скотта. В-третьих, выходит пятая плойка, которая делает шум. Да, да, здесь как бы сошлось все в этой точке. И еще пять штук всего лишь. То есть там вот мясо какое-то. Ну, ты знаешь, вот это меня, конечно, смущает. Слушай, в обратную сторону? Опять же, на каждом рынке ровно так и делают. Да. Поэтому я, в чем прикол. В общем, чуваки на Алиэкспрессе, которые, знаешь, такие, как бы нам делать Nike, чтобы не палиться, уже давно так делают. Они такие, опа, иди сюда. А, кстати, есть подделки уже этих. Конечно, конечно. Конечно, есть. Было бы сразу, что их не было бы. Более того, они, я думаю, так дизайны придумали. Они зашли на Алиэкспресс такие, так, что, о, смотри, как, фига, фига, как бывает. Съем логотип PlayStation. А они, причем, да, логотип PlayStation тоже такие загуглили. Да, да. У них, знаешь, чатик в телеге, и там Sony такие. А можно мы тоже? Не в телеге, не в телеге. В Вайбере. Не, не в Вайбере. У них, знаешь, этот... Вичат. Вичат, да, да, да. Вичат сидят. И Sony такая. Можно мы тоже? Можно. Вот логотип при сандальте, и все. Скиньте номер. Цвет странный, мне кажется. Или это от Трэвиса Скотта, да, прилетело? Ну, да. То есть, видимо, что-то... Ну, да. Все, да. Ты видишь, что тут отношение к Трэвису Скотту максимально проявляется. Я наоборот. Почему цвет такой? Ну, это Трэвис. А, я, у Виталика есть инфа по цветам? Почему такие? Это Sony скорее. Это к Трэвису Скотту. Да. Даже Виталий здесь бессиленно. Это к Трэвису Скотту, ее обываю руки. Алло. Алло, Трэвис. Алло, не лето? Позови Трэвиса. Дай трубку Трэвису. Короче, я просто где-то смотрел, и ребята, которые, ну, типа, жестко шарят, они такие, блин, цвета просто улетевшие. Какое прекрасное сочетание. И я не знаю, это Трэвис на них так повлиял, или они действительно так думают. Ну, цвета какие-то фиг знает. Ну, то есть, я тебе так скажу, без, дай мне картинку обратно, без отсылки к коллабе, хайпу и так далее, ну, они просто не очень красивые, по мне. То есть, это не прям вау. Вот мне нравится, что ты честно высказываешь, что мы, конечно, вот этим форматом... Мы это вырежем, да? Нет, нет. Мы наоборот это всегда оставляем, мы подрываем, знаешь, сколько людей, которые... Вы ничего, ау! Не, не, я не претендую, может быть, это модный цвет, за ним есть какая-то история, но просто смотришь, думаешь, ну, это какой-то грязно-белый, желтый. Ну, и что, тебе ок, не ок? Не, ну, это ок однозначно, ок точно, но я бы такие не взял. Через сколько они появятся на Авито? Они уже, думаю, что уже, да. Не, не, настоящие. А, настоящие? Мне кажется, никогда, если их реально будет пять штук, то кто их продаст. У нас есть предложение, если кому-то из России они достанутся, ребята, напишите нам, вы станете гостем нашей передачи, серьезно, если вы принесете нам настоящие, живые... Просто, знаешь, такое дело, что цепочку вешаешь сюда. Да, да, это ровно для этого. На грудь, потом... Три на шее и семь подзопа, это вот будет. Да, 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 все, это вот это вот будет, три на шее. Просто выиграл кроссовки и купил дом. Продал, купил дом. Это как со скрепкой? А у меня скрепка, кроссовки на дом, да. Я мне... Давай, Коняныч, вся сникер-культура сейчас смотрит на то, как ты скажешь, не ок, коллаборации Трелли Скотта, Nike, PlayStation, Донки. Да, в первую очередь хочется сказать, что вот эти все наши ок и не ок, они... Самое главное для того, чтобы люди, которые посмотрели и тоже думали, что не ок, не боялись сказать не ок. Вот правда. Вот, ну просто реально... Мне в какой-то степени нравится цвет. Но как это все собрано? Вот только из-за того, что сзади написано Sony на пятке, наверное, я бы это окнул, потому что... Спасло. Здесь написано Sony, здесь логотип, это как-то... Ну, то есть, вот, да, смотрите, здесь написано Sony, вот, на пяточке будет... Уже есть. Вот, здесь логотип плойки PlayStation, и... Да не ок, не ок. Чего я сам себя уговариваю? Типа, нет, не ок, не ок. Нет, мне это не ок. Дай бог, что кому-то это понравится, люди будут носить, и от этого сильно будут довольны и счастливы. Сделайки под этим выпуском, это к тебе будет. Да, пускай, да, пускай, давайте сюда. До этого так и было. А, ну, отлично, давай, клади. Я, на самом деле, я окну, но я скажу почему. Потому что мне заходит влдскульная история, то есть, во-первых, логотип старый PlayStation, он ссылает Sony на пяточке, тоже я кайфую. И то, что слушаю в обратную сторону, то есть, в моей парадигме, это, знаешь, такое, типа, когда у меня была такая старая плойка и китайские кроссовки с неправильным слушаем, и вот такие вот под хип-хопчик вот такой надеть их, и я такой, типа, иду, знаешь, прям в влдскуле, влдскуле. Вот так бы я прикололся, без этого всего хайпа, конечно же, за бешеные деньги. Зачем? Когда можно их потратить на пуму. На пуму. Где пума? Вот это вот. Так, чао. Чао. И врываемся в следующую новость. Следующая новость у нас с сюрпризом. А, это та самая? Да, та самая. Итак, Рибок и Assassin's Creed Valhalla. Господи. Пять. Да, недавно в продажу поступила совместная коллекция студии Ubisoft и Рибок, посвященная релизу Assassin's Creed Valhalla. Долгожданная капсула, вдохновленная эпохой завоевания викингов и выполнена в цветовой палитре северного сияния. Стритбит коллекция также представлена, и у нас сегодня даже есть одна из этих пар. Об этом мы поговорим чуть позже. Модель Classic Laser Legacy. Вот так вот. Classic Laser Legacy. Classic Laser Legacy. Она у нас сегодня здесь. Я обожаю индийский английский. Да, и мы прежде, собственно, чем вот так вот по картинке судить, мы воспользуемся тем, что ты здесь, и устроим то, чем ты популярен на ютубе. Распаковочка. Да! Распаковка! Дисубрика, звездная распаковка! Калаба. Кого? С кем? Рибок и Assassin's Creed. Конечно, Рибок. Рибок, Assassin's Creed, Valhalla. Лимитированные, скорее всего. В любом случае, засылай. Чувствуешь, да? Опа! Достаем. Полетит. О! 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 Топоры. Они же тут? Valhalla, посмотри. Like a viking, ты понял? Не просто какой-то черт с горы, а как викинг. Слушай, ну, кстати, к вопросу о коробочке. Могли бы так не заморачиваться, мне кажется, а заморочиться. Слушай, это, кстати, редкость. Ну, то есть в массовых парах обычно их в обычную коробку. Да, да, да. Здесь, смотри, здесь раз, те, два, здесь вот так. Эту коробку надо сохранить, и там что-то можно складывать, как обычно это происходит. Диски, диски от игр. Диски от игр, там, еще что-то. Так. Слушай, ну это стильно. Это стильно. Ладно. Не, 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 ну подожди, давай посмотри. Что тут отличает коллабу, собственно? Like a viking, да? Да. Ну, на, возьми один, что ты мучишься. Ну да, и вот этот значок Valhalla сзади, ну слушай, круто, круто. Опять же, знаешь, что мне нравится в данном случае? Ты вроде как обычный, с виду ничего такого, но при этом есть вот эти акценты для понимающих, а так ты их наделал, и даже никто не выкупит особо. И это в них мне нравится. Так, ну давай, как бы, если бы ты делала распаковку авто-гаджета, за что бы ты... За что бы? Ну, камера, конечно, не очень, давай сразу. Батарейка тоже не факт. Но смотри, два набора шнурков, ты понял? А сейчас, в 20-м году, со шнурками беда. Да, вот этот нулевой углеродный след, все это понты. Два набора шнурков, пацаны, выбирай, какие тебе больше нравятся. Хочешь белый, хочешь зеленый. Кстати. А можно на одни белые, на другие зеленые. Зеленые. И привет, не лето! Вот эти ребят. Рубрика привет, не лето. Время пострелять. Да, да, да. Слушай, не, ну, выглядит сошно. Не знаю. Я бы такие, наверное, может, и взял бы, кстати. Это вороны? Это не вороны. А, вороны, вороны, да. Это какая-то отсылка к игре, да? Да. Да, но я вот, вороны. Там, видишь, вороны для викингов особое значение очень. Ну, и Assassin's Creed ворон же, он там, соответственно, летает. Именно. А здесь, видишь, как вписано, давай посмотрим, топоры, собственно, это логотип Вальгалы с рибоком. То есть тут прям вообще тоже сочно так получается. Да, нет, крутая тема. Ну, то есть я правильно понимаю, что в культуре это не лимитированное в чистом виде, это массовое, но она же все равно будет продаваться какое-то ограниченное время, то есть не факт, что они будут теперь... Мы их выпустили сразу, то есть один раз и все. Да, да, да. Коллекцию сделали и все, да. Ну, то есть коллекция, это сколько-то там тысяч штук, например, да? Ну, плюс-минус, может, нет, тысячу нет, побольше. Ну, вот они сейчас закончатся и все. Они закончатся, да, потом все будут плакать, что не купили. Стелька у леда. Прикольно. Стелька у леда. А что там за стелька? Ну, там название, типа, Ассасинскрит Вальгала, топоры, ну, просто, типа, даже пятку наступать. Что-то написано, подожди. А ты играл? Да. Хорошая игра. Каждый Ассасинскрит похож на предыдущий, при этом по-своему чем-то интересен. У меня есть там, например, какой-нибудь Black Flag про пиратов прикольные, а Вальгала, я, на самом деле, небольшой фанат всей этой скандинавской движухи, и я очень прохладно отнесся на старте, типа, знаешь, вот эти... А потом поиграл. Во-первых, она графонистая под Next Gen, а во-вторых, она вот собрала в себе все хорошее, что делали в последнее время в Ассасинскритах, в Одиссе, в Ориджине. То есть это такая экшен-РПГ, где ты можешь себе добывать ресурсы, диалоги с строчками текста, в общем, полный вообще кайф. И она такая прямо тоже зимняя, как-то очень хорошо легло на настояние, если почему-то все как-то очень так приятно. Ну и в целом она как Ассасинскрит, каждый кайфанет по-своему, но игра точно хорошая. Поэтому коллаба, как говорится, не стыдная. Жалко, что они не делают такие коллекторсы, они до сих пор в всякие вот эти вот особые издания вкладывают фигурки и так далее. Я бы с удовольствием купил коллектор с Ассасинскрита, чтобы мне вот диск и вот такую пару. Что-то практичное, да. Ну да, и ты сразу такой, опа, вот это тема. Алло, алло. Надо подумать, ребята, ну что вы как бы, ну да. Юбисофт. Потому что фигурка это замечательно, конечно, но ты ее поставил на полочке. Ну либо с приставкой комплект сделать сразу целый. Или бандл, да. Ты сразу надел, все, соответственно, поиграл. Да, да, вот в эту сторону надо идти, мне кажется. Тем более, что они уже это практикуют. Надо дальше объединять, и тогда будет кайф. Круто. Спасибо. Да. Мы говорим о той паре ок. Да, хорошо. Да. Лайк и викинг. Мы говорим даже не ок, а мы говорим викинг. Мы говорим, у меня как раз 43 размер, пацаны. Да? Отличное совпадение. Следующая новость. И я просто, ну как, мне кажется, любому парню спросить, типа, какой тачке ты мечтаешь. И каждый скажет, что, конечно же, Porsche 911, то есть без шансов, ну разные вариации, там, Turbo, Turbo S и так далее. Вот. Но, в общем, и любого года, на самом деле. Вот сейчас скажешь любому, типа, Скорячок скажет, дайте мне любого года тачку, я не... Вот любого года Porsche 911, я вообще, я из него не вылезу. Просто вот мечтаю, хочу. Это вот про меня. Вот. Я тут недавно... Я, во-первых, давно уже знаю, что у тебя есть тоже 911 Turbo. Я тоже мечтал. Мечтал, да-да-да. Я недавно узнал подробности твоего владения этим автомобилем, к разговору о том, что когда ты покупаешь себе все-таки автомобиль, который немаломощный, а достаточно заряженный, нужно уметь им управлять и для этого... Просто у меня есть такое автоблогерское прошлое, настоящее. Короче, мне четко объяснили, что, типа, курсы контраварийного вождения, если ты берешь машину мощнее там 250-300 лошадей, они тебе необходимы. Слушай, ну, эту тему одно время двигал Эрик Давидович, кстати, и я с ним согласен. Мне кажется, есть как категория прав, да, вот ты получаешь B на вождение легкого автомобиля. Чтобы водить автомобиль под 500 сил там плюс или даже плюс 300, ты должен получить навык вождения таким автомобилем. То есть я бы его продавал только с отметкой в правах, что ты прошел такие курсы. Да-да. Чтобы ты хотя бы просто предполагал, что эта машина может и так далее. И это сильно бы, скажем так, обезопасило движение. Быстрая машина – это определенная ответственность, поэтому... Я просто на себе это прошел, поэтому я считаю, что... Да-да, я знаю всю эту историю в подробностях, ты рассказал, и я охренел, конечно. Вот. Но клево, что ты ее пересобрал, и клево, что есть такая классная младстата у чувака в комментариях, что эта машина тебе жизнь спасла, и ты хочешь от нее избавляться. Все это такое, типа, о-о-о, все. Я ее тоже спасу, чиню, вложил денег, сколько неразумно вкладывать в машину, такого толка, но да. Но она сейчас классно выглядит. Да. Я просто неравенился. Даже ездить не хочется, потому что она вот просто прям... Конфета. ...эталонно сделанная, да. Поэтому я, собственно, купил BMW. И тут... Да. И тут мы... Про BMW тоже поговорим. И тут мы врываемся, да, в классный коллаб Porsche. Мне очень понравилось. И пумы. Так. Можем дать, кстати, Вале прочитать новость. А я тебе могу даже рассказать, я все знаю. Да, да, да. Я писал. Это, значит, турбо-эс новый 992, симпатичный, который вот только-только вышел. И больше всего я, конечно, кайфанул в смысле, что продаваться это все, вот это вот, будет 2,7 секунды. Почему 2,7, мы же знаем. Да, да. Потому что турбо-эс едет с нуля до сотни ровно 2,7 секунды. Вот пока турбо-эс разгоняется до 100, у тебя есть шанс нажать кнопку купить и забрать одну из вот этих вот красотулечек. Ну и, соответственно, тут вот по цветам все это тоже перекликается, чтобы тебе было красиво. Блин, очень круто. Мне нравится и сама коллаба. Хотя сами кроссы мне не очень нравятся. Это две модели, Future Rider и Puma Speed Cat. Спид Cat, да. Да, и каждая была сделана в четырех расцветках. Угу, да. Да, ну то есть типа там вот написано, да, снизу, снизу... Это Speed, видимо. Это Speed Cat, да? А сверху Future Rider. Да. Вот. И здесь все это они разбили по цветам, и у тебя есть такая палитра, то есть просто даже это все красиво можно расцветать. Но если ты владелец желтого Turbo S, а у тебя нет вот таких, то... То-то тьму молоток. Да, да, да. То продавая машина... Я так что, я приеду в лицо такому владельцу. Он прям выходит, знаешь, из порога ногу выставляет, а там какие-нибудь не такие, все. Леголайс можно ему усосать по голове. А еще у него, наверное, номера, а не 911. Вообще-то... О-о-о-о! Блин, номера 911, я тут охренел. Что-то ты тогда вообще на чистые воды приехал. Ну, да, да, понты дороже денег, конечно. Ну, что ты скажешь про эту историю? Ок, не ок? Вообще, как ты оцениваешь? Ну, это ок. Ок, это однозначно ок. Я говорю, мне сама модель, ну, так, на первый взгляд, не очень нравится, а вот сама идея крутая. Ну, вот Speedcat, они у меня были, это класс. У меня тоже были Puma, я тоже их очень любил. Они были у меня, причем, какого-то оранжевого цвета, совершенно космического и ужасного. Ну, точно такой, знаешь, был прям в рви глаз. И мне они очень нравились этим, что они прям какие-то мудовые, да, невозможности. Ок, М. Да? Да, ок, это хорошо. Я согласен, что это ок. Мне это ок, вот это все ок. И по комфорту, и по цветам, и потому что это суперская коллаба. Молодцы, респект вам. Puma, респектянский. Ну, я скажу не ок. Пожалуйста. Нет, я скажу не ок, потому что ок, если у тебя есть Porsche, короче. Для меня странно вот купить такую пару, если у тебя Porsche нет, короче. Слушай, но при этом обратите внимание, так, по крайней мере, из того, что я видел, здесь тоже нету тех гигантских логотипов Porsche, там вот это все. Ну да, но в смысле, знаешь, идеологически оно как-то типа для меня странно. Да, тебе на Ferrari, короче, не в кайф, да? Ну да, что это, куда это? Ну забей тогда. Купи себе мотоцикл, бай-бай тогда. Это ты сможешь позволить мне, кажется. Мы хотим с тобой посмотреть совместные проекты автомобильных и фэшн-брендов в дополнение к этой новости про Porsche. Вообще, какие истории были? Их не так много, а буквально, так сказать, единицы, по которым мы сейчас пройдемся. Начнем, наверное, с самой шумной. Это, ну, как мне кажется, шумело, это Off-White. Вирджилл Обло, Off-White и Гелик. Да, это, собственно говоря, кайфовая история. Ты застал это? Нет? Пропустил? Прикинь, в курсе. Сейчас мы покажем и найдем тебе. Я, на самом деле, когда увидел эту новость, я не понял, что это настоящая машина. Я думал, что это какая-то коллекционная фигурка, форсится, то есть ее сделали, а потом, когда я пригляделся, вчитался, оказывается, что это реальная тачка, и он, ну, очень, в отличие от разных других коллабораций, фундаментально подошел ко всем деталям и сделал из нее вот такую производящую, ни с чем не спутаешь, короче. Ну да, есть на ней невозможно, но это и не требуется. Ну да, здесь история такая. Это чистый, натуральный понт. Это стильно. Этот Гелик даже прямо не едет. Ну тут чувствуется, что он вообще, в принципе, да, далеко не уедет, но ты его просто ставишь у себя у бассейна, и из крыши можешь прыгать в воду. Потому что Геликам, в принципе, для другого не годится. Да, да, да. Я ездил на Гелике в 350-м, правда, но тяжело. А он, кстати, необычный, да, Гелик-то не сильно поворачивается. Да, это старый, новый хороший. Но там от старого уже остались только двери с петлями, да и пара моментов. Так машина абсолютно другая, и она наконец-то стала ехать, рулиться и так далее. Но вот это, опять же, видишь, чуть более сложный заход, да, то есть у тебя и машина, и прочие всякие штуки. Идем дальше, что там у тебя в руках? О-о-о. Ну тут все логично. Угач-Широм. Как иначе. Пермест, да, то есть там все сошлось так сошлось. Звезды сошлись. Странно, что они как-то сразу не нашли общий язык. Вот это ты, конечно. Ну такие очень часто у нас делают в Москве. К вопросу о Геликах. Я знаю одно ателье, известное в Москве, которое занимается обвесами Брабус и доводит Гелики. У них стоят прямо новые машины на перешивку салона. Потому что если ты купил себе G63 за 20 мультов, то ты, конечно, как бомж вообще, нищий. И приезжаешь, перешиваешь еще за десятку салон, и тогда ты уже можешь к уважаемым людям приезжать в гости. Доехать же до Чайханы. Да, да, все, калик уже готов. А здесь, понимаешь, вот и они все вот как-то так делают. И оно смотрится очень органично. Ой, ну нам этих богатых не понять. Да, они, тем более. Слушай, ну, кстати, я так понимаю, не так много таких коллаб в целом. Да, да. Хотя это очень странно, потому что, мне кажется, им есть что делать. Конечно, вот у меня есть самая первая. То есть я увидел, я охренел. То есть я думаю, вау, ну, типа это круто. Ну... Вот типа нет, если мы берем в расчет, то это Лакост и Пижон. Странный выбор, да, как бы. Ну, парни, прикол в том, что ты первая. С французами там, видимо, да, но только так. Первая коллаба фэшн-бренда и автомобильного, она такая, ну, не такая разнообразная, как то, что мы видим. У него под поворотником крокодильчик. И на руле, вот самое главное на руле, вот это два логотипа, это, конечно, милота. Там еще на багажнике был. И он на механике был. И там еще эта песня Стас Экстас прям зашита в магнитолу. Только она играет. Кассета, да, просто с двух сторон, и просто я крокодил на Лакосте. Крокожу и буду крокодить. Ну, короче, Калян хочет себе такую купить. Да, прикольно. Да, я даже думаю, что она недорого стоит. Это знаешь, как... Ты думаешь, она не сгнила еще? Ну, это, конечно, вопрос, согласен. Ну, это как кайф, когда я садился в двойку, и там были, ну, вас, и там были шилдики на немецком. Экспортные. Да. Потому что она была экспортной. И ты такой, что происходит вообще? Я сажусь в советские автомобили. Ну, это, кстати, и тогда ценилось, и сейчас, если ты возьмешь какой-нибудь вот этот раритет. А если он экспортный, это считается как бы чуть-чуть лучше. Да. Он точно такой же, но... И Land Rover Paul Smith. Вот есть такой... Вот этот кайфовый. То есть он в целом в цветах бренда. Ну, это да, это прям Пол Смит. Все, вот он наклепал туда его. Это старый Defender, на котором тоже ездить, наверное, невозможно абсолютно. В удовольствие, но это как бы и не нужно. Ну, мне кажется, он его все-таки немножечко подшаманил. Масло поменял. Nike Air Mac. Самые дорогие Nike, да? На, типа... На сегодняшний момент можно сказать, что да. Ну, их там вообще штук 10 было или что-то такое? Нет. Их было два релиза. Сначала в 2011 году вышли Air Magi без автошнуровки. А, и потом сделали... А потом, то ли в 15-м, то ли в 16-м, выпустили 2 или 2500 пар уже с вот этой автоматической шнуровки. Ну, коротко скажем, многие, наверняка про них уже куча видео есть, но если кто не знает, что это легендарные кроссовки Marty McFly из культовой картины трилогии «Назад в будущее», где в фильме эти Nike были в этом дизайне и они самозашнуровывались по сюжету. Это делалось с помощью большого количества веревок, лесок и там 5 или 10 человек все это вот так вот делали синхронно, чтобы смотрелось в кадре. Все о таких мечтали, много было фейков и все ждали, пока это случится. И Nike... Китайцы все очень активно освоили это производство, я тоже прям видел. Мы потому что не так давно было 50 лет фильму, по-моему. Нет, была дата, куда они прилетали. А, куда они прилетали, точно, да. Мы тогда как раз DeLorean снимали, в Москве нашли, а они там ходили по всяким шоу, да, и вот, собственно, кайфец. Они, наверное, и выпустили их, да, под эту историю тоже в том числе. Да, ну, в общем, мы, конечно, все о них мечтали, так же, как об этом борде парящем. Да, борд пока еще не реализовали в чистом виде, были всякие попытки, есть там какие-то тоже прототипы, полуфейки. Но, видишь, индустрия дошла до того, что в этом, собственно, году такие кроссы реально можно сделать, чтобы они сами зашныровывались. Да, и эта история про то, как научная фантастика влияет на реальную науку, ну, то есть на... Да, как это все внезапно произошло. Потому что Nike эту технологию развивает и выпустила несколько моделей гиперадапт. Да, я их пробовал, они крутые, прикольные. В них интересная фишка с приложением, с ковриком зарядки, то есть у них каждый кроссовок имеет аккумулятор. Ставишь это все на специальную площадочку, которая идет в комплекте, они заряжаются, и дальше через приложение ты можешь их зашнуровывать, но через приложение не так прикольно. Ты можешь зашнуровывать их через команды Siri. Это вы? Да. То есть ты можешь... А, Siri. Зашнуруй мне кроссовки. Да, у меня, причем, по-моему, даже остались эти команды, потому что я их использовал же, соответственно... Ты сейчас скажешь, что они сделают. Да, и они там где-то у кого-то зашнуруются. Вот, смотри, видишь, тут проверить аккумулятор Nike, затянуть шнуровку. То есть он сразу добавляет... Покажи их, пожалуйста, в камеру, чтобы... Да, да, да. То есть он тебе сразу всю эту историю показывает. И вот когда ты с голоса их зашнуровываешь, я тебе хочу сказать, вот это реально true будущее. Вот это прикольно. Ну и, соответственно, ты можешь себе настроить разные варианты под, так сказать, ощущения. Такой ослабь шнуровку на столько-то, потому что нога отекла немножко уже подлещая. Чувак, давай позвободнее. Это для любителей придушивания. Ты сидишь такой чуть-чуть. О-о-о! Добавлю, подтяну ногу. Там, кстати, очень такой плавный слайдер. Ты можешь так, знаешь, так чуть-чуть. И уже нога онемела. Ты такой, о-о-о, хорошо. Крутая вещь. И я так понимаю, что первая версия была чисто под баскетбол. А сейчас они ее уже раскатили в стрит. Такой стайл. И баскетбольная вышла версия Джордана 11 с этой технологией. Тоже сейчас они... Это свежак. Это я еще не видел таких. Это свежак. Вот это надо добыть. Вот это хочется. Да, хочется. За любые деньги, да. У тебя, говорят, есть лишняя пара. Да. Причем вторых, которые уже лишились всех этих неприятных моментов первой партии, когда что-то там отхлебывало. А я их хотел взять, но я просто к вам заехал мимо студии. Они у меня прям новые, в коробочке красивые. И я могу вам ее отдать на растерзание, на розыгрыше конкурса. Конкурс! Как это говорится, конкурс, да. Конкурс! Так, нам надо решить, за что мы их подарим. Давай что-нибудь креативное, ну, я не знаю. А есть название, вот ты сейчас забегай вперед, тут твои коллабы уже? Нету, кстати. Давай название. Давай название. Условия конкурса будет чуть-чуть подальше. Мы сейчас дообсуждаем и потом ворвемся туда. Супер эксклюзив! МОЗ Гордвижа! Вообще-то! Это я очень счастлив, что Валя разрешил нам это зарелизить, потому что у нас картиночка распечатана, которой ни у кого нету. И никто ее, кроме нас, не распечатает пока. Пока нет. Пока это не появится на Вилсаком канале. Расскажи, ну, то есть, ты говорил о том, да, Коля дать? Красиво. Ты говорил о том, что наконец-таки должны появиться коллаборации, и ты взял и своими руками. И своими. Пока они думают, да, то есть вот эти вот ребята. Опа! В чем прикол, ты скажешь, да? Давай, рассказывай. Это, значит, официальная коллаба меня и Найки. Они, правда, об этом не знают. Это как минимум четкий кастом. Да, это, то есть, Трэвис Скотт, который сделал шесть. Две. Одна. Две. Две. Две пары. В чем идея? Это, тут надо Виталика спрашивать, это какие-то тоже непростые. Это какие-то тут какой-то зеленый. Это первые Джорданы. В цветах Бостон, Селтикс. Да, это какие-то зеленые. Зеленые, короче. Зенечки. В цветах Бостон, Селтикс. Они тоже что-то не самые дешман стоят. Не самые дешман стоят. Да, то есть, это уже на старте мы понимаем, что это уровень. А дальше мы в них вкорячили Apple Watch Series 5. В каждой по две штучки, соответственно. И под язычком находится зарядка, к которому они подключены. И в непосредственно уже верхнюю часть язычка интегрированы USB-C разъем, куда вы подключаете провод, заряжаете их. То есть, их не надо ни снимать, ни доставать, ничего делать, чтобы зарядить. И второй приятный бонус. На них написано велсоком на самих язычках. А сзади добавили яблочки. Видишь? Ну, там, наверное, может не пропечаталось. В Apple Watch самое классное, что они водонепроницаемые. Да, да, в чем была идея? На самом деле, конечно, я это не придумал. Я видел подобные, то ли с роликсами, то есть, с чем, где прям часы. Я когда эту дичу видел, я такой, о! Ну, это прикольно, мы можем повторить, сделать омаж такой, да. Но в нашем случае, в чем прикол часов? Они действительно водонепроницаемые, а Series 5 у них горит экран постоянно. И на них можно запускать всякие спортивные приложения. То есть, на одном можно просто мерить шаги, на втором можно, например, запустить какое-нибудь там упражнение, типа бег или еще что-нибудь. Ну, то есть, это можно за уши притянуть, что это даже не просто кич и дичь, а это какой-то смысл мы в это вложили, да. Ну, вот, собственно, две пары, одну я себе оставлю. Ты прям как трейв. Конечно. А иначе в чем понт? Одну мы разыграем на канале. Ну, в общем, да. Мы, на самом деле, планируем эту тему развивать. К вопросу ООО. Понимаешь, мы не дождались, соответственно, от брендов, где дальнейшее, так сказать, развитие. Молодцы, молодцы. И я уже, вот, следующая идея у меня с GoPro. Я хочу одну вперед, одну назад. И представляешь, ты идешь и в телефоне смотришь, что там сзади происходит. Да, и самое главное, прикольно, как знаешь, после Мальчишника в Вегасе ты проснулся, ничего не помнишь, такой, так, где я вчера был, теплей и погнали. Да. И опять же, пылевлагозащита, то есть ты не паришься, ну, идеально. Там дальше можно плясать еще. Мне нравится, что у нас гости такие приходят, которые, ты знаешь, они сидят на месте, делают, тут индустрия что-то там где-то. И сидят сложа руки. Да. Она где-то там что-то это, а мы берем и делаем. Ну, не мы, а наши гости. Слушай, ну, я, кстати, удивился, что никто по такой теме не... Вилса удивился. Да, не развлек... О-о-о-о, вот и название. Вилса удивился. Никто не развлекается по таким темам, потому что я, если ничего не путаю, были кроссовки Nike вот с этой вот воздушной подошвой, куда залили святой воды, что-то такое. А, да-да-да. Это безумная абсолютно тема, их там тоже сделали 10 штук. И, насколько я понял, была неофициальная коллаборация, то есть чуваки просто купили кроссы, да, от кастома туда нафигащили и продали за какие-то безумные деньги. Почему у нас никто так не делает? Ну, может, делают, я просто не в курсе. Но, мне кажется, вот тебе, пожалуйста, на столе буквально лежит идея. Затариваешься каких-то кроссов. Но ты же знаешь, что идея ничего не стоит, пока они не реализуются. Согласен. И вы это сделали очень круто, то есть это выглядит прям как с производства сошло, все так и задумано. Слушай, ну, там на самом деле у нас будет, соответственно, показано, как их делали. И делали ребята, которые что-то в этом смыслят. И там прям, ну, круто, не стыдно, скажем так. То есть это на соплях прикручено. Там было очень сложно придумать, как прицепить к шнуркам часы, чтобы они у тебя, ну, просто не отвалились, по-моему. Там много таких кастомных вещей, которые... Да, кстати, там же нужно же, да. То есть там вот эти дужки, которые у тебя для ремешка крепятся, они, соответственно, сделаны кастомные на 3D-принтере. Потом сделана более интересная модель. И, собственно, у тебя продевается. Но при желании ты можешь снять часы, просто оставив эти части на шнурках. Ну, то есть вот ты... Понял. Ты, короче, нажимаешь, да, и просто в сторону сдвигаешь часы. То есть если вдруг у тебя настали тяжелые времена, ты хоп-хоп можешь там порешать. Ну, в общем, ты потихонечку в промышленный дизайн врываешься. Ну, просто Артемий может подвинуться. Артемий, подвинься! Да, ну, вот мне показалось это забавным, и я вижу в этом определенный потенциал. Посмотрим, как люди отреагируют. Ну, мне кажется, это интересно. Да, они заверещат, как... Как положено. Как девчонки в Бухаресте на концерте Майкла Джексона. Да? Вау. Да. Вот. Ну, были еще какие-то, да, ты хочешь показать? Да, ну, просто сейчас осталось две пары, что мы про них скажем что-нибудь. Просто это, конечно, электроника... Блин, я, ты знаешь, я увидел их, я думаю, это какое-то ретро прикольное, может, они продаются. Да, Puma RS компьютер Shuu из 1986 года были оснащены чипом, который прятался в специальном выступе в пятке и отслеживал время, расстояние и затраченное в момент движения калорий. При помощи специального 16-контактного шнура информацию выгружали на IBM, PC, Apple 2 или Командор 64. О, у меня был Командор 64. Знаешь, что смешно было? Фраза, где, типа, отслеживает время, затачка из учебника. Два поезда. Да, из пункта А в пункт В отправились кроссовки. Да, такие прям шнуры еще олдскульные. То есть эти блоки заменяют пятиклассника. Ну, это супер опыта для расчета. Ну, это очень круто. Я бы такие прямо сейчас купил. Есть переиздание? Есть переиздание, правда, без проводков. Там просто такой выступ, как процессор идет. И там какой-нибудь Bluetooth уже пошлый, да? Там ничего нет, это просто как дизайнерский момент. А, просто дизайнер. Ну, это не то. Но кроссовки практически полностью как в 86-м. Ну, стиль, стиль. А такие-то реально эти? Ну, старые. Да. Да, думаю, можно. Определенный кайф. Дорого, но можно. Да, и самое забавное, что забыл на чердаке вот эта история, да? Достал, а не все. Феррари, которая пылилась в гараже там в 78-м году. Да, ладно, Феррари, слушай, но вот кроссы. Ты бы как-нибудь мог подумать, что старые забытые кроссы могут оказаться супер вообще востребовыми? Причем, когда появился какой-нибудь первый блютуз, и ты такой, а, это фуфло никогда уже не будет актуально. Да, да, да. И тут совсем другой подход. Круто. Да, но они, конечно, были неносибельные, потому что тяжелые, неудобные. Но прикол, знаешь, вот он. Прикол защитен. Прикол защитен, да. Идем дальше. У нас D-DAS Micro Pacer, вышедший в 1984-м году. Они уже, ну, не уже, а они как бы поаккуратнее в этом плане выглядят. Обладает микросенсором, который может подсчитывать пройденное расстояние, темпы, затраченные калории. Вся информация выводится на небольшой монохромный экран левого кроссовка. Левого. Левого. А что правого кроссовка? А правого чего не понравилось? А там нет вообще экрана. А это для правши, наверное. Сэкономили. Потому что правого и железа нет. Да? Только в левом. Да. Катериально, да, просто левый тяжелее. Вы, кстати, тоже можете сэкономить в коллабе. Одни часы-то убрать. Да. И так один считает все. Да, я тебя умоляю. Да. Но вот эти мне, кстати, больше зашли. То есть они такие поорганичнее в этом плане. Ну, выглядит получше. Да, выглядит получше. И вот этот олдскульный экранчик, конечно, тоже добавляет шанс. Ну, хочется вот эти вот часы купить. Можно вправо к томогочи засунуть. Касю. Бывает версия с бустом еще, кстати. С бустом? Батушки, батушки. С бустом еще. Еще и с бустом. Ну, куда уж вы топите-то. С верши и с бустом сделали. Все-таки не так пользовалось спросом в то время, да, что они не стали это как-то активно развивать. Хотя идея крутая. Знаешь, есть вещи, которые не в свое время. Да, да, да. Давай Папу Римского. Давай. Гуччи. Папа. Да, да, да. Там сейчас такая новость. Просто, да. Немножечко. Итак, наша следующая новость. Рубрика, которая называется «Немножечко выдохнем». Немножечко переведем дух от новостей. Вот к вам зелям. Это из моей индустрии новость, потому что мы помним, что… Из твоей индустрии. Да. Это, короче, эта новость визуализирует фразу, что Бог вас любит. Да. И как это поняла бразильская модель Наталья Гариботто? Как она поняла? Потому что Папа Римский, Франциск, поставил лайк под ее фото. Пользователи Инстаграма заметили, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта Папы Римского исчез. Но интернет помнит все. И мы знаем, что Франциск лайкнул эту фоточку. Да. Давайте просто решим, лайкнули бы или нет. Шалун. Шалун. Лайкнули бы. Дай посмотрю. Так и видно. Сейчас будет вот эта классика. Но я как человек женатый. Должен сказать, что если только случайно. Если абстрагироваться. Не, ну я такая прям бразильская дама. А я просто как человек на фитнесе люблю, конечно, Папа худеет. Не, ну это... Успех. Не, ну кстати, я определенно, я не питаю слабости к дамам в школьной форме. Я бы как папа, знаешь, сначала лайкнул, а потом подумал и убрал лайк. У тебя было такое, что ты где-то поставил лайк и потом за это объяснялся? Я, кстати, очень мало-мало лайкаю в инстаграме, просто потому что как-то у меня не выработался этот рефлекс. Я просто знаю людей, которые, знаешь, идут и просто вот так даблтапом, прям как из пулемета. А я смотрю фотки, такое для себя прикольное, я даже чаще пишу комментарии, чем лайкаю. Почему-то, не знаю. Ну в общем, вот такая, Коля, а ты что скажешь? А что ты, почувствовали что-то? Он человек из индустрии, ему проще. Папа может все. Папа может, папа может. Папа может лайкнуть. Папа может забрать лайк. Бог дал, Бог взял. Как говорится. Фильму «Один дома 30 лет» и Амаку Лею Калкину недавно исполнилось 40. Самое клевое, что он сделал, он просто выложил в Твиттер, по-моему, какое-то видео, где говорит, ребят, мне 40, всем хорошего дня. Типа, да, прикиньте, мне 40. Все, всем хорошего дня. Все такие, типа, е-мое, ему уже 40. Сколько же мне? Да, удивительно, что он дожил. Очень удивительно, правда, да. Да, но он молодец, кстати. Я тут что-то как-то случайно даже не заинтересовался, а узнал, чем он там живет, он какие-то подкасты записывает. С очень высокой самоиронией. Молодец. То есть, видимо, когда ты его там штормила, молодые 30 лет, а к 40 он как-то вот... Я очень сильно надеюсь и верю в то, что наши кинопродюсеры сделают адаптацию с Гном Гномочем и тоже будет типа один дома там. Один дома? И все будут болеть за... Да, и все будут болеть за бандитов. Да, да, да. Вали его. Не, он один дома, и он реально сейчас, он говорит, наконец-то... Да, и там просто, и там все без грабителей. Просто типа он один дома, и он... Вау! Прыгает на кровати. Хорошо, и он пытается не пустить родителей обратно, да? Да, он эти козни строит родители. Он вообще построил так, чтобы они уехали, чтобы он остался дома. Это многоходовочка была про это. Да, это хит вообще. Это хит. Мы придумали вам хит, ребятишки. А вы? Снимайте, пожалуйста. Не жалко. И смотри, теперь новость, по которой я... Мы прям тут хрень, ну, в кавычках, слышим уже давно. И всем это интересно. Да, как это работает. Я уже... Мы прочитали, как готовились к новости, мы примерно поняли, как это работает. Мы потихонечку как-то разобрались. Нам очень важно, чтобы все-таки из твоих уст новость прозвучала, и чтобы ты нам разжевал, как это... Ага, Hyperloop план. Что это такое? Давай, я зачитаю тебе. Virgin Hyperloop провела первое испытание прототипов сверхбыстрой капсулы с пассажирами. Духместную капсулу разогнали до 160 километров в час. И, кстати, многие, наверное, думают, что Hyperloop это что-то московское, московское, потому что он тоже делает тоннель где-то там в Лос-Анджелесе. Да-да-да. Так вот, это не то. А, это другая? Virgin — это другие чуваки. Это другое? То есть это чуваки, которые много чего делают, да. Но вот видишь, они, соответственно... По сути, это, да, вакуумный поезд. Фишка в том, что в этой трубе вакуум, соответственно, нет сопротивления воздуха, и ты можешь там разгонять все эти капсулы вперед-назад, как тебе нравится. Затрачиваю не так много энергии. А на магнитах левитация, космос вообще. Вот то, что вы видели в фильмах в 90-х, типа, про будущее, оно вот уже где-то вот тут находится. Мне кажется, это напоминает, помните, футурами так перемещались люди где-нибудь? Да, в трубу прямо, да-да. Это как мелочь передают в банку складовую, там груб, и полетело. Вот скоро так же заходишь, так пум. Офигеть. Кроме шуток, я думаю, что как технология, хотя казалось бы, она какая-то очень странная, она ближе всего к реализации именно вот этого быстрого перемещения. Ты это все прокладываешь день там по океанскому дну, и вот ты уже опять же... Это же капец как дорого. Очень дорого. Но, как сказать, перспективно? Я недавно думал о том, что ключевые меня сильно накрыло в плане полета фантазии. Вот, я подумал, что типа ключевые маркеры, знаешь, уровня сообщества, ну, человечества, это коммуникация, скорость коммуникации, то есть как быстро мы комментируем, поэтому типа определенный культ на телефоны пошел в какой-то момент, потому что второй смысл того, что это не просто типа гаджет, а то, что это, ну, быстрая коммуникация, как бы заложен этот смысл. А второе, это скорость перемещения людей. Я думаю, какой сейчас самый быстрый есть транспорт, это частный самолет. И сейчас как бы вот он следующий этап, то есть по большому счету, ну, ребят, большое дело делают, они открывают такой горизонт событий для человечества. Ну, то есть представляешь, как у нас трансформировались мысли, когда ты просто полземного шара пересекаешь за несколько часов, да, самолетом, а сейчас все это будет еще быстрее. Да, и границы еще больше сотрутся. Сейчас телефон сделал нас вот этими гражданами мира с точки зрения получения информации, доступности ее в любой момент времени. То же самое будет и с передвижением, потому что все идет к тому, что классические машины, которые ты рулишь, это уже тоже прошлое, это все автономное. Ну, это такая, типа, ностальгия. Я обожаю путешествовать на машине. Слушай, ну, я думаю, что вот двигатель внутреннего сгорания, это будет типа как винил сегодня, знаешь, для особых ценителей, да, как книжки бумажные тоже уходят в прошлое сегодня. Намного комфортнее и удобнее читать со специального девайса или даже с телефона. То есть есть определенные продукты, которые останутся для вот тех самых фанатов, олдскульщиков, а все остальное уйдет вот в эту сторону. Поэтому, да, будет самолет, прикинь, такой, типа, я полечу на самолете, я, типа, это, люблю по старинке, знаешь. Вот что-то такое. Люблю ощущение тумбулентных, люблю, когда забыл, что это такое. Когда трясет, вот да. Да, то есть, и если, самое удивительное, смотри, еще 10 лет назад все было очень грустно, да, с точки зрения интернета, устройств мобильных и так далее. То есть это очень быстро происходит. Меня больше всего воодушевляет мысль, что все это может произойти не когда-то, через тысячу лет, а пока мы еще живы. То есть это вот будет происходить прямо сейчас. Самоуправляемые автомобили, это вообще тема ближайших там десятилетий. Так они уже подрезают вон на дорогу. Ну, так, чтобы это, да, да. Яндекс эти. И уже матерятся на тебя сами. Да. И мигаете этими, да. Кожаные мешки. Нет, то есть это действительно все вот-вот-вот-вот, оно где-то вот мы на пороге. Поэтому, когда люди думают, что технологии с точки зрения инноваций закончились, и вроде как, ну, вышел очередной айфон, что там нового. На самом деле там куча всего. Можно посмотреть на лидар. Лидар – это заход на вообще дополненную реальность. Дополненная реальность привязывается 5G. Все это хопа, и там начинается такой киберпанк, что у пацанов вообще... Пока не до конца понимания происходит. Пацанов, галпак, что там? Рвется. Галпак течет. Галпак течет. Да, поэтому это круто. И где-то здесь все равно есть вот культура, в том числе и кроссов, и всяких прикольных вещей. Бомба. Да, у нас что, получается, кончились новости. И сейчас мы, смотри, что первый конкурс, который у нас был, это придумать название для суперроскошных, эксклюзивных. Да, во-первых, еще раз показываю, что это у нас было презентовано. Смотрите. Чик-черек. Чик-черек. Вот. Это так. Да, первый конкурс, название для суперколлабы от Вилсакома, Эппл и Найки, и Эр Джордан. Вот придумайте название в комментариях, напишите. И второй мы... И приз на все это будет... Вторые. Да, вторые. Это Тиандап Би-Би. Да, они такие же по дизайну, но просто это самое... Улучшенные, доработанные. Да, приз вот за название к этому, вот такие, только вторые. Гиперадап Би-Би-2. Да. И теперь нужно сейчас определиться, что мы подарим, кому и за что мы подарим пару обуви от Стритбит. Ну вот в продолжении то, что мысли финальные, о которой говорил Валентин, и про... мы сегодня говорили про все-таки вот эти коллаборации технологий и кроссовок, что можно придумать, то есть все вполне, там, калории, шаги уже посчитаны. Вот какую бы такую функцию... Камера уже была, часы были. Да. Можно закинуть в кроссовки, то есть не обязательно революционную, но она может быть в быту как-то действительно свяжется. Ну вот можно добавить, потому что все уже вроде как бы типа придумано. То, что на поверхности, оно да, а вот какую-нибудь микроволновку условно. Ну вот что угодно. И второй конкурс, придумывайте функцию для кроссовок, которая сейчас в быту может быть актуальна, крутая, которую могут реализовать. Ну и все. И все. Хотим подарить тебе от нас тоже подарок, так как нас... Ох, ты прям только обрадовался. Я люблю подарок. Так разочарую. Ты всегда это так продаешь. У нас у тебя подарок. Целый КамАЗ-кроссовка такой, типа нет, ну расскажи мне подарок, давай. Ну знаешь, как родители, типа, родители так, короче, ой, мы тебе, ой, что там, что там, и там. У нас есть подарок дома, да? Подарок дома. И там тебе новые учебники, такой, офигеть. Мечтал. Мы, так как мы двое, Коль и ты сидишь между нами, можно заказать сейчас абсолютно любое желание, и оно обязательно исполнится. Слух не говори. Да, вот сейчас мы в тишине посидим. Я просто вспомнил ролик про мальчика с бананом. Не видел в интернете? Где ему реально дарят бананы, и он так радуется, как будто это значит. А, да. Вот это вот. Чтобы у всех был банан, мне кажется. Но это вслух, а про себя я... Угу. 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 Загадал. Кайф. А настоящий подарок? Когда будет? О, вау, приехала доставка, нужно забирать ее. Все, давайте заканчивать. Еда, конечно же, еда. Конечно же, еда. Ну, конечно же. Все, давайте завершать. Поэтому наша финальная песня. Юно месяц в апреле, пара, старом пар китает снег. И кладки и качели начинают свой разбег. Ну я забыто все на свете. Пара, сердце замерло в Грузии. Пара, небо. Только ветер, только радость спереди. Только мая, да все улетел, только радость спереди. И взмывая выше елей. Привет. Все, это был Белсакон. О, 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 о.